Привет, друзья! Многие знают Скотта Эткинса по роли Юрия Бойко из серии фильмов «Неоспоримый», где актёр участвует в тюремных боях без правил. Многие задавались вопросом, человек, который исполняет роль Юрия Бойко, является настоящим бойцом, который действительно владеет боевыми искусствами. Или он просто актёр, который красиво машет руками и ногами только перед камерой. Об этом сегодня и поговорим. Чтобы расставить все точки над «и», давайте вернёмся к детству актёра. Скотт Эткинс родился и рос в городе Сатон-Коуфилд, это в Англии, в семье потомственных мясников. Мальчик воспитывался вместе со старшим братом Крейгом. Отец и мать уделяли детям много времени и внимания, пытаясь обеспечить ребят всем необходимым и помочь реализовать себя. Скотт учился в колледже, но отличной успеваемостью похвастаться не мог. Ему больше нравилось смотреть до глубокой ночи боевики с участием своих кумиров – Джеки Чана, Брюса Ли и Жан-Клода Ван Дамма. Из-за этого мальчик часто опаздывал на занятия, а иногда и вовсе засыпал на уроках. В 10-летнем возрасте отец привел Скотта вместе с братом в местный спортивный клуб и отдал в секцию дзюдо. С этого момента боевые искусства стали для мальчика смыслом жизни. Как вспоминал актер, боевые искусства стали моей навязчивой идеей. «Это походило на то, что я искал всю свою жизнь». Юноша брал пример с тех же героев-боевиков Брюса Ли и Жан-Клода Ван Дамма, и поэтому стал усердно тренироваться каждый день. «Я превратил гараж отца в свое собственное додзю», – вспоминал актер. В возрасте 14 лет Скотт продолжал обучаться тхэквондо у Рона Сергио, а через пару лет, когда юноше было 16, он начал заниматься кикбоксингом под началом Энтони Джонса, и примерно в том же возрасте впервые заинтересовался актерством. Эдкинс стал посещать класс драмы колледжа Саттон-Колфилда. Новое начинание хоть и приносило ему удовольствие, но давалось с большим трудом, в отличие от занятий единоборствами. Как позднее признавался актер, ему было очень трудно побороть свою застенчивость, чтобы выступать на сцене перед многочисленной публикой. Однако он все же справился со скромностью, и в возрасте 21 года получил место в Академии драматического искусства Вейбер Дуглас. Обучение Эдкинса не продлилось долго. В то время парень не мог оплачивать учебу, поэтому вынужден был уйти из Академии, не доучившись и одного полного курса. Скотт не стал отчаиваться, что не получил актерского образования, и пытался пробиться в кино и на телевидении другим путем. Успех пришел к парню в 1998 году. Эдкинс получил эпизодическую роль в сериале «Зона опасности». Далее последовали появления. В одном эпизоде многосерийки в центре города 99-го и трех эпизодах сериала «Врачи» 2000-го, после чего Скотт получил свою первую работу за рубежом. По приглашению главы Гонконгской ассоциации каскадеров Стефана Тунгфея, он прибыл в Гонконг, чтобы сняться в фильме Тедди Чана «Случайный шпион» 2001 года. Съемки в этой картине стали для актера бесценным опытом, потому как во время них он имел честь работать бок о бок с лучшими кинематографистами и каскадерами Гонконга, во главе с легендарным Джеки Чаном, который исполнил в фильме главную роль. В 2001 году на экраны вышел британский короткометражный фильм «Чистая месть», а также боевик гонконгского производства «Экстремальный вызов», где Скотт исполнил более значимую роль по сравнению со «Случайным шпионом». По возвращении в Штаты, актер продолжил играть эпизодические роли в кино и на телевидении. «Я думаю, перечислять все эти фильмы нет смысла, а вот следующая кинолента изменила жизнь актера. Я думаю, вы догадываетесь, о каком фильме идет речь». Все верно. «Неоспоримый 2» продолжение фильма обсуждению не подлежит 2002 года. Роль в этом фильме стала первой большой актерской работой Скотта Эткинса. Его персонаж, чемпион тюремных боев без правил Юрий Бойко, выступил главным противником героя Майкла Джей Уайта, бывшего чемпиона мира по боксу Джорджа Айсмена Чемберса. На экране Уайт и Эткинс изображали непримиримых соперников, а вне камеры стали хорошими приятелями. Майкл даже выступил тренером Скотта по боксу, одному из немногих видов единоборств, которым Эткинс в совершенстве не овладел на то время. После «Неоспоримого 2» Скотта Эткинса стали приглашать в крупные голливудские проекты. И пускай его роли были однообразными, в основном актер играл мускулами и демонстрировал на экране свои боевые навыки, а не актерское мастерство. Но все равно Скотт обрел популярность у публики и стал востребованным у кинематографистов. Затем уже знаменитый актер появился в таких кассовых фильмах, как криминальная комедия «Розовая пантера» 2006 года со Стивом Мартином и шпионском триллере «Ультиматум Борна» 2007 года с Мэттом Дэймоном. А в боевике «Люди Икс. Начало Росомаха» 2009 года Скотт Эткинс снялся вместе с Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом. Несмотря на популярность и звездный статус, Скотт по-прежнему живет в Бирмингеме, неподалеку от родителей. Размеренности и уют родного города помогают Эткинсу восстанавливать силы. Еще по словам артиста, жизнь рядом с людьми, которые знают мужчину с ранних лет, не позволяет ему зазвездиться. У актера есть гражданская жена Лайза, которая в 2011 году подарила мужчине дочку, а в 2018 сына. В перерывах между съемками Скотт Эткинс поддерживает тело в форме постоянными тренировками. При росте метр восемьдесят артист удерживает вес от 82 до 86 килограмм. Он предпочитает здоровую пищу и редко может себе позволить побаловать себя чем-то вкусным и не сильно полезным. Когда дело доходит до тренировок, Скотт энтузиаст. Он любитель разнообразных упражнений, хотя зачастую актер подстраивается под задачу режиссера. Если Скотту нужно набрать мышечную массу, например, для роли Юрия Бойко, то он выполняет определенные упражнения с большими весами. А если нужно сбросить вес, то меняет систему тренировок. Помимо кикбоксинга, он предпочитает заниматься жимом лежа, подтягиваниями, приседаниями и становой тягой. Кроме дзюдо, тхэквондо и кикбоксинга, Скотт Эткинс также занимался карате, джиу-джитсу, ушу, тайским боксом и ниндзюцу. Благодаря отличной физической форме в 2009 году Эткинсу удалось получить главную роль в боевике Айзека Флорентайна «Ниндзя». Карьера актера уверенно шла вверх, ведь превосходное владение боевыми искусствами оказалось очень востребованным. В 2010 году фильмография Скотта пополнилась боевиком «Неоспоримый 3», который получил на фестивале Action Fest две премии за лучшую постановку боев и режиссуру. Через два года ему досталась главная роль в киноленте Джона Хайямса «Универсальный солдат 4». Еще актер появился в сиквеле картины «Неудержимые», где поработал на съемочной площадке с Сильвестром Сталлоне, Джеттом Ли, Джейсоном Стэтхемом и другими голливудскими артистами. Затем Эткинс предстал перед зрителями в образе царя Амфитриона в картине «Геракл. Начало легенды». В 2016 году на телеэкраны вышли 7 фильмов с участием звезды. Среди лучших работ отметим триллер «Преступник», супергеройскую ленту «Доктор Стрэндж», эксцентричную комедию «Братья из Гримсби» и «Боевик-ликвидаторы». В том же 2016 году Скотт Эткинс упорно трудился над ролью Бойко в фильме «Неоспоримый 4». Можно отметить, что в этом проекте снялся колоритный английский спортсмен Мартин Форд в роли «Кошмара», который выступил противником героя Эткинса Юрия Бойко. Телезрителей ожидало очень эффектное зрелище. На вопрос журналистов, будет ли продолжение «Неоспоримого», Скотт ответил, что из-за пиратского скачивания этих фильмов и при их малом бюджете снимать продолжение невыгодно. Что касается последних киноработ, то актер снялся в киноленте «Ипман 4», «Коллекторы 2» и других. Поговаривали, что компания «Миллениум Фильм» и «Эмпайр Фильмс» начали работу над телесериалом о Юрии Бойко. Согласно сюжету, после условно-досрочного освобождения из тюрьмы Бойко отправится на крупнейший турнир по боям без правил, проходящий в Нью-Йорке. Когда начнутся съемки и начнутся ли они, вообще неизвестно. А вы бы хотели снова увидеть Юрия Бойко на экране? Напишите в комментариях. А также поддержите это видео лайком. Всем успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова